Молот Оружие Это второй эпизод нашей рубрики Путь к винтовке Владимир, что мы сегодня будем делать? Сегодня, Владимир, мы будем использовать Но об этом чуть позже Сегодня мы продолжим тему Путь к винтовке Для тех, кто невнимательно смотрел первую часть или не ловил из нее краткое содержание Передадим путь к винтовке путем тренировок Владимир, который имеет эргономику болтовой винтовки Рассмотрим несколько базовых упражнений Которые будут также полезны и ребятам, которые стреляют из самозарядок И среди этих упражнений будет одно упражнение Которое могут попробовать отстрелять опытные стрелки И таким образом проверить свою стрелковую форму Для этого, конечно, оптимально будут винтовки с открытым прицелом Ну и даже, ну да, только с открытым, либо коллиматором Володь, ты хотел рассказать про тренировки В том числе холостую тренировку, которую можно делать дома Да Ну, в общем, холостые тренировки занимают значительное время В тренировочном процессе То есть стрельба будет составлять, наверное, 10% То есть 40 минут раз в неделю Либо два раза в месяц на стрельбище И минут по 40 каждый день для начала дома Так, холостые тренировки должны подружить вас с винтовкой, которую вы выбрали Вы должны понять ее баланс Понять, как она управляется Как ее поднимать Как скидывать И адаптироваться к прицельным приспособлениям Конкретно к пропорциям мушки и целика Настроить свои глаза на то, чтобы быстро их видеть Быстро прихватывать Ну и развить свои руки Потому что винтовки нелегкие А руки у большинства людей сейчас довольно тонкие Основные критерии выбора винтовки Вот человек как выбирает винтовку То есть нынешний, ну, рациональный человек сидит в интернете Смотрит цену боеприпаса Стоимость винтовки Планирует, сколько он будет настреливать И самые толковые, опытные стрелки Это, вернее, быстро продюсирующие Это бизнесмены Человек подходит к тренировкам как к бизнес-плану Он смотрит, какой есть вид спорта Там, условно, практическая стрельба Что я могу получить, в каком классе За сколько денег Сколько потребуется тренировок, сколько патронов Сколько еще чего-то Ну, соответственно, ребята, которые приобретают винтовки В калибре, вернее, ружья в калибре Ланкастера Претензовать на какие-то соревнования не могут Но на цену боеприпаса они смотрят Боеприпас не самый дешевый Следующий критерий У рационального человека То есть он посчитал деньги Он получает лицензию Идет в магазин, начинает трогать оружие Хорошо, если у тебя есть товарищи И ты имел возможность пообщаться с их винтовкой Либо карабином и целенаправленно идешь Приходишь в магазин, берешь винтовку Хочешь показать, берешь Что нужно для себя понять Будешь ли ты устанавливать на нее прицел Или будешь работать с открытым прицелом Мы сейчас говорим о винтовках с открытым прицелом Поэтому мы там делаем небольшой акцент Пропорции прицела Какие мишени ты планируешь поражать Соответственно, чем тоньше мусска Тем меньше мишени, меньше габаритов Ты можешь поразить Но если твое зрение несовершенно У тебя есть какое-то заболевание Неправильно подобранные очки И ты не видишь мушку в прорези Наверное, это винтовка не твоя Если слишком узкая прорезь И мушка слишком широковата То, наверное, она предназначена для стрельбы По конкретным мишеням То есть, практически все наше оружие военное И габариты прицельных приспособлений Направили на то, чтобы боец Выполнял нормативы То есть, стрелял по мишени номер 4 Система «Зеленая корова» Успешно, на дистанции 100 метров С положения стоя, колено и лежа Вот так это делалось Следующее Прицельное приспособление тяга устраивает Длина приклада Ну, это как бы классически считается То есть, вот это приклад, который не может подойти Я хорошо дотягиваюсь до спускового крючка Приклад лежит в боктевом сгибе Если человек оденет в зимнюю одежду То приклад этот ему будет немножко длинноват Соответственно, если ты приобрел винтовку с деревянным прикладом Тебе ничего не стоит укоротить ее Отрезать приклад Поставить амортизатор более массивный Использовать прокладки для того, чтобы форировать длину С пластиковым прикладом Такого сделать очень сложно Такое сделать очень сложно Поэтому с пластиком Пластик не такой гибкий Если не предусмотрены там дополнительные Какие-то прокладочки Уже производительным, как на Манлихерах На Макпуловских, там, Афтермаркет продуктах То об этом нужно подумать Следующее Усилие спуска Мы с Вадимом обязательно сделаем эксперимент По поводу усилия спуска Здесь явно килограммчика 4 И работая со спуском, с таким Учитывая еще не детскую отдачу Стрелять группы С рук И со стола Будет не очень комфортно Дальше Вес Ну простейший тест Человек должен в состоянии Продержать винтовку, которую он берет Там минуту Не дожидаясь При этом у него не должно все трястись То есть если вы не в состоянии это сделать То надо развивать руки Либо искать винтовку полегче Ну, к сожалению Мы об этом уже говорили Тест-драйвов в магазинах нет И сделать выстрел Для того, чтобы оценить, насколько для вас будет комфортно На дачу человек не может Придется адаптироваться И отвечать за свой выбор Нацелился на серьезный калибр Привыкайся Володь, если мы разговариваем Про стрельбу с рук Самое важное Наверное, это изготовка Если я не прав, поправь Ну, все верно Мы стреляем с рук И стоим на собственных ногах И то, как мы стоим Как мы стоим относительно мишени Является самым важным То есть, как только человек взял оружие В руки свои Он должен научиться правильно ориентировать себя Относительно мишени, которые хочет поразить Это и есть основа С которой мы сейчас и займемся Вот Условные учебные пособия Это линия, которая будет имитировать Правильную линию прицеливания Вертикальная проекция Соответственно, мишень Которую мы будем прицеливаться Самое важное В следующем То есть, помимо того Что нужно правильно встать напротив мишени Для начала Ну, в классических условиях Нужно выработать Так называемую естественную изготовку Правильную естественную изготовку То есть, если человек Встанет В параллельной мишени Возьмет в руки винтовку И сделает скидку Ну, просто поднимет ее на ловинглаз И прицеливается То, скорее всего, оружие будет направлено левее Для того, чтобы оружие при подъеме Рук стрелка Заходило в мишени В габарит мишени Ну, и желательно Максимально близко к точке Которую он хочет поразить Надо научиться правильно вставать Относить на нее То есть, вот естественное положение винтовки Да, если я сделаю свою естественную скидку То винтовка будет конкретно смотреть влево Для того, чтобы Скинуть в мишень Не потребуется либо сильно скрутиться И, соответственно, у меня возникнет определенное напряжение мышечное в теле И я эту изготовку долго удерживать не смогу Если простою так с закрытыми глазами Минут 10 То меня, естественным образом, уведет В положение более удобного для моего тела Соответственно, если я сделаю небольшой подшаг вперед И сделаю скидку То, в общем-то, с закрытыми глазами Я легко захожу в лист Если чуть еще подкорректирую ее То захожу под черную марку Которая хорошо видна на белом фоне В общем, мы ищем оптимальное положение ног При котором скидка будет наиболее комфортна И дома в холостых тренингах Совершенствуем, собственно, эту изготовку и подъем оружия Что важно? Большинство людей Ну, если посмотреть какого-нибудь дедушку в тире Который с пневматической винтовкой объясняет ребенку Вкладку, да? Обычно говорят, что приклад должен находиться в плече То есть в ямке плеча И после этого нужно найти прицельное приспособление Вот если я ставлю приклад в плечо И ищу прицельное приспособление Что получается? Вот приклад в плече Вот я ищу прицельное приспособление Я сильно наклоняю голову Поэтому оружие правильнее Вкладывать не в плечо А в грудную мышцу Непосредственно под ведущим глазом То есть если Оружие будет под ведущим глазом Или максимально близко к его оси Да? Потребуется небольшой наклон головы И соответственно Вкладка будет более простой и комфортной И грудная мышца Она лучше воспринимает Амортизирует отдачу Да? И выстрелы будут восприниматься более комфортно Считается, что это универсальная изготовка С этой изготовкой можно стукнуть Можно стрелять из пистолета Можно стрелять из ружья Можно стрелять из винтовки Можно стрелять из карабина Более параллельное положение Еще у ребят, которые работают с калашниками У которых очень короткие приклады Понимаешь, если ты вот в таком положении Вложишься из калаша У тебя будет очень неудобно У тебя лицо будет Сильно близко к прицельным приспособлением И здесь будет коробка уже где-то на зубах Соответственно Бронежилетик И более прямая Более параллельная изготовка То есть в следующем Упражнение Если первое упражнение Это поиск оптимальной изготовки Второе упражнение Мы удерживаем изготовку С закрытыми глазами Ищем ошибки Открываем глазки Смотрим контроль Если у нас вытягивается все влево Немножко Делаем подшаг левой ногой Скидываем снова Закрываем глазки Стоим, стоим, стоим Открываем глазки И контролируем себя Если оружие Ну, будет валиться чуть-чуть вниз Либо, ну, тенденция будет К опусканию То, возможно, у вас Слишком близкая рука расположена Если при скидке Мушечка будет завышаться То, значит, рука находится Чуть дальше на цевье Соответственно, нужно будет искать Еще оптимальное положение Руки на цевье После этого Скидочка Из положения Когда ноги Ну, в смысле Плечи, стрелка Параллельные мишени То есть скидочка с подшагом Делается с открытыми глазами После этого с закрытыми Соответственно, нужно привыкать Делать вышек На определенное расстояние Чтобы каждый раз Вы выходили в единообразную изготовку Самым простым путем будет Это использовать Какую-то контрольную Провести контрольную линию мелом На полу Либо положить ниточку Веревочку Планочку И, соответственно Выходить непосредственно на нее Это для домашней работы Много-много Часовой Будет очень справедливым Замечанием Вот ты стоишь Словно по карену Снегу на номере Выходят звери В общем-то Тебе не до шагов Ну, тут, в общем-то И Человек, который стоит на номере С винтовкой Наверняка у него Есть опыт Достаточно Для того, чтобы произвести скидку Не меняя положение Своих ног Просто докрутив корпус Но это мы будем заниматься Этим позже Небольшое дополнение По удержанию винтовки Мы разобрались Как влияет Ну, более-менее разобрались Положение левой руки На цевье На Высоту ствола Ну, положение мушки Насколько она будет там Занижена или завышена В зависимости от положения Левой руки на цевье И сейчас Немножко поговорим О правой руке Первое Расположение Правой руки На рукояти Ну, полупистолетной В данном случае И на спусковом крючке То есть Со спусковым крючком Работаем первой фалангой пальца Палец располагается Ну, допустим Я работаю Второй, третий То есть ближе К сгибу фаланги Пальчик располагаю На спусковом крючке После этого Формирую хват Похожий на хват пистолета То есть укладываю Свою руку На полупистолетку Таким образом То есть получается Что у меня Рука Не охватывает шейку Как это делаю Ну, было принято раньше До сих пор Многие стреляют Да Пальчик практически Параллельно стволу На спусковом крючке Большой палец Не закрывает шейку Он лежит вдоль И, соответственно Таким образом Располагается рука Если вам Ну, большинство Как бы у людей Руки разные Соответственно У кого-то может не хватать Просто То есть человек Укладывает пальчик И если он возьмется За рукоять То у него появится Там такой воздух То есть пустое пространство Но тут Я считаю не страшно То есть Удержание давлением С двух сторон То есть Пальцы И эмиссистая часть руки То есть трещное давление Большой палец Также контролирует То есть оказывает давление На ложе И Рабочий палец Вытягивает спуск Говорить о быстром Ну, о спуске Принятом у спортсменов То есть Когда ты Сделал несколько Дыхательных цилков Начинаешь Там Ну, там Различные техники Обработки спуска Там Плавный прожим Там Ступенчатое Увеличение нагрузки Там и прочее Да При быстрой скидке Ну, не имеет смысла То есть Когда ты быстро Скидываешь оружие Делаешь выстрел за одну секунду Говорить о цикле Который описывается Там И укладываться во время В три секунды Не имеет смысла То есть Мы просто При скидке Прожимаем спуск Усилие здесь небольшое Работа с ним простая Ну Единственная ошибка Которую я периодически Совершаю с этим ружьем Да Чуть раньше происходит срыв Чем я предполагаю Так как я больше привык Ну, к другим спускам Надеюсь, привыкну и к этому Сегодня мы Попробуем с Вадимом Отстрелять тренировку Которую мы рекомендуем Начинающим стрелкам То есть ребятам Которые только-только Начали стрелять Тренировка рассчитана На небольшой расход боеприпасов Порядка сорока Ну, соответственно Если кто-то хочет стрелять Больше и здоровья хватает То приветствуются Будем использовать Простейшие мишени Формат А4 белый Формат А4 черный Формат А4 С марками Закрепленными на листе Этого достаточно Для того, чтобы Ступить на путь И если Как бы результат Будет вас радовать Вас радовать Даже несмотря на боль в плече И удар по карману То значит Продолжить этот путь Продолжая стрелять Эти упражнения Которые полезны Не только для начинающих Но и Полезны для поддержания Формы Опытных стрелков В том числе Первая серия Используем Формат А4 С нарисенной марочкой Стреляем со стола Группы Группы по три Сейчас Делать пристрелку Мы не будем Почему? То есть Представьте себе Неопытный стрелок Берет винтовку Которая была Пристрелена на заводе Берет ружье Которое было Пристрелено на заводе Пулей Делать несколько Кривых выстрелов Получает какую-то Картину Ему кажется Что винтовка Не попадает Ружье не попадает Нужно крутить прицел Если у него хватает Тема Крутить прицел Самому Он просит своего товарища У которого побольше опыта И товарищ Приводит винтовку К нормальному бою Или ружье И человек Один хрен Не получает результат Потому что Его товарищ Страдает Заболеваниями Его сильный Стигматизм И он видит Совсем другую Прицельную картинку Но это так К сожалению Это так Соответственно Простейшая рекомендация Парня Не стесняйтесь Стрелять Пусть попадания Будут не по месту Для начала Вы должны На дистанции 25 метров Собирать группу Из трех Попаданий Габаритом 50 миллиметров То есть 5 сантиметров Если вы этого Не делаете Если не можете Собрать группу В 5 сантиметрах На дистанции 25 метров Не трогайте прицел После того Как вы Получите эту группу Если вы Выполнив Серию этих упражнений Не на одной Тренировке На двух На трех И не произойдет Изменения Если СТП Постепенно Начнет То есть Вот эта группа Хорошая Постепенно Начнет приближаться К точке прицеливания То есть Точка прицеливания И точка попадания Начнет совмещаться Тогда можно Залазить в прицел Начинать Двигать мушку Делать какие-то Еще манипуляции Но пока Поверьте производителю Заставьте себя Дайте себе установку Оружие стреляет Оно умеет стрелять Оно для этого предназначено Я пока не опытный стрелок Я ему доверяю Доверяю этой пристрелке И учусь работать с ней Стрелять мы будем На дистанции ближнего ноля Соответственно Погуглите Что такое ближний ноль Если не получится Мы расскажем В следующий раз Но суть такая Что на дистанции 25 метров Ружье, которое мы берем В магазине Даст группу Незначительно Выше Или ниже Точки прицеливания Которые вы будете использовать Итак, приступим Работаем с открытым прицелом А еще Стреляем в сошек То есть с комфортным положением Это упражнение номер раз Второе упражнение В последующем Мы уже будем стрелять с рук Мы видим Стреляем одну серию Или две серии На группу Из комфортных условий После этого переходим К стрельбе с рук С рук стреляем По белому листу Сериями по три В центр Задача Для начала Завести попадание в центр Если мы Сможем Собрать более-менее Компактную группу Там 45-50 миллиметров С рук Можем выполнять Следующее упражнение Это Прозмещение группы В той точке Которая нам Нужна То есть Стрельба по центру Следующая Стрельба Размещение группы В левом верхнем углу В левом В правом верхнем углу В левом нижнем В правом нижнем То есть Если мы можем Собрать компактную группу Мы должны быть В состоянии Разместить ее В любой части листа Стреляя с рук После этого Мы переходим К стрельбе По черному листу Работая по белому листу Мы будем видеть Свои попадания На этой дистанции И можно вносить Некие корректировки То есть Стрелок видит Где он ошибся Вернее Связь имеет Такое положение мушки И целика Попадание такое Проваленная мушка Попадание чуть ниже Мушка прилипшая К левому плечу До попадания левее То есть У него есть связь Между Визуальной картинкой То есть Понимание Какая прицельная картинка Дает какое попадание После этого Мы работаем По черному листу Человеку Будет сложнее Находить Единообразное положение Своих прицельных приспособлений На мишени И он не будет Видеть попадание Соответственно По черному листу Мы попробуем Также отстрелять Четыре группы Расположенные По углам После этого Работа с рук То есть Мы реализуем То что мы рассказали О холостом тренинге Реализуем с выстрелом Подъем Быстрый подъем оружия Обработка спуска Просто выстрел в лист Со скоростью Ну приближающейся К скорости выстрела На охоте Либо соревнованиях Я могу пользоваться мешком? Да Ты можешь пользоваться мешком Сейчас Вот ты новичок И я новичок В общении с этим ружьем Мощным И открытым прицелом Сейчас мы создаем себе Максимально комфортные условия И посмотрим Какую группу Ты в состоянии собрать Я вот на себя Такую ответственность Не возьму Я тоже не возьму У нас есть два оператора Тогда вот надежде предоставим Если у нас не получится Ну они так Хотя бы операторы Может быть даже тактически В отличие от нас Группу собираем По трех выстрелам По трех выстрелам Ну наверное две группки После каждой подойдем После первой группы Подойдем Отметим Там сейчас один маркер Поэтому я стою в маркер Да? Кстати Мы не знаем Как пристрелено Это ружье Поэтому как раз Это ружье Да То есть я Буквально приобрел И мы еще его не пристреливали Но вот заодно и посмотрим На работу со спуском Работать со спуском Тяжеловато Пока я его тяну Я замечаю Что у меня Он достаточно тяжелый Я бы даже сказал Что он килограмм пять Наверное Не больше И замечаю Как у меня Меняется Чуть-чуть Но Да, спуск Суровый Такой-то Работный Итак Целился я под Да Марка сидела на мушке Да Сидел на мушке Но Из-за того Что он достаточно тяжелый Ты прям тянешь И вытягиваешь Ну вот Сколько он В твои критерии Уложился Да Только Критерии Достередут рук Ну да Продолжаем эксперимент Берем винтовку Более дружелюбную Для меня Не только для тебя Для меня тоже Прицельные приспособления Здесь те же самые Отличаются спуском Да Спуск два раза легче Вадим Как думаешь Марка в два раза больше Спуск в два раза легче В стрелах-то тот же остался Поэтому Вряд ли что-то изменится Из проплаты Отожрать Я не могу Должен ну вот чуть-чуть пойду лучше вы но при этом что на прошлом но я хитрил я знал что это прошлое ружье я знал что она стреляет выше и левее поэтому я целился правее ну то есть ты сделал то чего делать не надо было почему принципе то дурной пример для стрелков у тебя не было задачи попасть в квадрат не было правильно а я не ставился задачи так но это ошибка многих молодых стрелков да то есть зная после первой серии что у них группа куда-то поползла да они пытаются внести корректировку на первом этапе нужно сохраняя постоянную прицельную картинку то есть максимально комфортно посадив квадратик на мушку делайте инообразные выстрелы выстрел за выстрелом серия за серией постепенно уменьшая габарит группы и наблюдая за тем как прогресс стрелка до влияет на стп до того как мы начнем вносить какие-то корректировки в прицел до привычка к оружию умение целиться привычка к прицельным предпособлениям и увеличение так сказать опыта работы со спуском то есть каждым выстрелом ты становишься опытнее если думаешь что и ощущаешь что делаешь соответственно это нужно идти по этому пути они там совершая ошибку я знаю что я постоянно мажу давайте будут целиться в другое место я не совсем я то есть у меня не было задачи я на тебя не ругаюсь я на тебя не ругаюсь почему я стрелял так не для того чтобы они пришли сюда все то есть я посмотрел на прицельное приспособление они в идеале то есть у меня мушка если я ставлю мушку сюда то целик у меня заканчивается прям вот ровно ты использовал опору параллельно бумажки да я так выравнивался я ставлю целик в бумагу сюда расстояние между плечами целикой мушка меня были одинаковые тут я просто выравниваю в двух точках поэтому и так стрелял но для открытого прицела по моим отличный результат нормально наши пользователи гораздо лучше могут нет хорошо я готовлю следующий мишень это будет белый лист формата 4 задача вадима будет стрелять в центр геометрический центр не попадать а стрелять стрелять центр да и как бы и проявить свое умение интуитивно находить этот самый геометрический центр и сделать него три выстрела с рук перед каждым выстрелом делать подъем оружия имитируя подъем выстрела пускание перезарядка так точно подъем выстрел перезарядка опускали ну да опускаем оружие не смотри попадание ну надо сказать что если с первым заданием ты более-менее справился группа была компактная то на втором упражнении можно зависнуть я думаю на несколько месяцев прежде чем она станет 50 миллиметровый ты меня сбил когда сказал не смотри попадание ну ладно минуты по задумке должен уметь искать центр геометрический ну чтож повторим да вадим давай облегчим задачу не обязательно опускать оружие постреляй серию как ты стрелял бы состава ну ты явно улучшился ну хотя бы я уже по моему определил где у нас центр бумаги ну я думаю что группа порядка там 65 70 миллиметров следующий шаг да мы помогаем тебе у тебя есть чем зацепиться за что зацепиться мушкой на что хотел бы обратить внимание ты очень долго целишь то есть вдох подъем полувыдох ну не более трех четырех счетах раз два три четыре весь процесс раз два если ты 7 секунд не вдыхаешь тебя начинается трястись ручки зрение то 7 секунд мозг без кислорода функционирует нормально потом начинает кашлять ну что ж с этим заданием ты справился ну учитывая что физическая усталость может накапливаться в работа непростая реально серьезные физические усилия мы перейдем не будем повторять эту серию перейдем к следующему упражнению я забыл сказать почему мы работаем с открытым прицелом в том числе сделали некие расчеты с водилом что если человек купил винтовку с открытым прицелом и планирует поставить на нее коллиматор то покупка нормального коллиматора это такая же сумма которая потребуется на 28 тренировок то есть на боеприпасов можно купить который на который можно провести 28 тренировок вот в таком темпе в таком режиме у вас 8 тренировок это про это практически в год если стрелять там два раза в месяц там иногда три раза в месяц это мы им point закладывали стоимость им point а то есть им point я думаю что год тренировки стоит одного прицела владим следующий челлендж у нас есть мишень в которой есть попадание по центру теперь твоя задача собрать группа ну ты сделал там 50 миллиметров 50-70 группа здесь 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 и здесь три группы 4 группы по 3 реально для меня тяжело когда я вижу белый квадрат и я его прежде чем выстроить я уделю сначала это он еще не видел черный квадрат работаем отлично очень хороший результат опять же вот сейчас исключительно для того чтобы сохранить силы стрелка для следующей серии мы можем не достреливать верхнюю часть до посмотрим как он сориентируется работая по нижнему углу просто меньше твою нагрузку в два раза мы берем две серии нижний левый пусть будет левый подвох а может и нет но есть свои нюансы есть свои нюансы но ты увидел результат до сморша улучшится а а можно я как волшебный фильм мальчик как нога еще не болит группа стала компактней но сказать что находится в правом нижнем углу нельзя она скорее чуть не чуть ниже и правее центра чем правом нижнем углу да я могу объяснить почему марочку использовали специфика нет я не пользую марку я начал использовать плечи целико чуть-чуть начал подводить краю листа но и понял что если совсем подведу да то они бы оказались нами где-то ближе к центру то есть я ими там играл на половинках короче поэтому это объясняется по подъему этой группы но интересное наблюдение я могу сказать следующее самое полезное в открытых приспособлениях это позитивное влияние на зрение я буду 34 назад много стрелял из словно калашников с открытым приспособление вот единичку снял с правого глаза сразу и 07 с левого зрение улучшилось так вот что я хотел показать кто-то интересная группа до можем училин для зрителей вот если стп будет допустим 40 миллиметров от края по диагонали то будем считать что это отличная группа как вам такой вызов товарищ стрелки до вниз стрелять тяжелее надо было мне не отходить на самом деле не пытаться схитрить что-то там ну как думаешь новичкам сложно это упражнение будет но она не простое ну то есть выглядит может быть легко но да сложно но можно сказать следующее парни вот если вы начали стрелять у вас ну не пошло там условно вы уперлись первое упражнение работаете над ним нет смысла переходить ко второму если вы не разобрались первой ступени смогли собрать группу с открытым прицелом приемлемого габарита до начинаем работать с рук то есть не страшно если у вас тренировка вот как у нас нет не получится там сразу дойти до 4 5 упражнений этого можно идти полгода и не надо в этого стесняться и бояться успехов на любом этапе а мы продолжим сейчас кто-нибудь включит ролик вот на именно на этом моменте такой смотрит на мишу успехов пацаны посмотрю-ка я что-нибудь повеселее наверно так и сделал так а пользы зрения так что я услышал открытый прицел полезен для зрения и парни не плохие стрелки серьезные на 25 метрах отлично не сама ирония это мощная штука ну часто говорю ребятам с которыми занимаюсь следующих человек отработал такой остановись дружище как бы стрелок когда он смотрит на это он что он делает он не должен расстраиваться каждый раз получает какую-то среду объективной информации это блин а что я сделал это же нужно все подшивать в альбомчик и так то есть каждый вот этот результат для стрелка этот результат который нужно фиксировать подшивать технология мы запечатлели да то есть что я говорю стрелок который подходит вот такой мишени он тут не должен быть а должен быть делать выводы правильно так ребят но это очередной челлендж вы видите эту ладскую черную мишень в общем теперь задача вадима черной мишени формата а3 также собрать для начала две группы в одном из углов максимально близко максимально компактную группу при этом каждый выстрел делается после подъема оружия и поступим так вот две серии ты стреляешь верхний левый угол и правый нижний угол и мы к мишени не подходим так потом подходим и стреляем еще две серии ты пытаешься исправить что-то но может ты выполнил задачу сразу но твоя скромность то есть нужно добиться такого эффекта до чтобы стрелок во время тренировки как выполняет упражнение не видел свои попадания на дистанции 25 поэтому используются черные мишени а а а Продолжение следует... Ну, к сожалению, два попадания видно. Надеюсь, это тебе не поможет в среде по нижнему углу. Здесь все нормально работает, не видно, однозначно. Это я старался. Хорошо. Будем считать, что получилось. В принципе, здесь группа в габаритах, которые допустимы, это 50 мм, но она чуть-чуть не по месту. Сложное упражнение? Да, оно очень интересно. Ну, соответственно, при подготовке фона очень важно, чтобы при пробитии тот материал, на который вы клеите мишень, приколачиваете мишень, не приподнимался. И, соответственно, вот эти вот лохматые всякие штуки не выдавали стрелку свои секреты. То есть, наверное, резиновый лист, который обычно вешается в террах закрытых, будет оптимальным. Вот мы для того, чтобы свет не попадал, чтобы не было пробития видно, то есть сквознуло из-за контрового света или просто светлый день, мы приколотили обыкновенный полиэтиленовый мешок. Вот, его немножко порвало, и, собственно, в том месте, где его оторвало, попадания были видны лучше. Там, где мешок оказался на месте, то есть группа, которая расположена справа-снизу, не читалась практически на дистанции 25 метров. И, собственно, здесь мы получили искомый эффект. То есть в этом листе нужно уметь собирать 6 групп, используя открытые прицельные приспособления при условии, что вы плохо видите. 6 групп? 6 групп. То есть мы делим его вот так вот? Да. Ну, это реально сложно. Это очень незатратное упражнение. Вам нужен всего один черный листочек, темный фон и трудолюбие. Если ты не устал, продолжаем. Нет, там было попадание. А, 3. 3. Вот это результат. Я думал, вот это моя. Реально не видно. Сейчас я скажу свою любимую фразу. Мы вырастили монстра. Это потрясающий абсолютно результат. Я выстрелил в срок по мишени, который нечитаемый практически. Ну, меня зацепил просто, во-первых, белый лист, потому что когда-то мне сказал, что вверх целится легче, чем снизу. Я думаю, что за хр... фигня. Правда, казалось? И оказалось, действительно, вниз целится гораздо тяжелее, потому что... Потому что... Зависит еще от пристрелки ружья, на самом деле, сильно. Ну, поэтому мы пока его не перестреливаем, не перестреливаем, не лезем в прицел. Потом мы будем это обсуждать. Вот, как бы выстрел, когда ты можешь подвести, в общем-то, только снизу прицельное приспособление. То есть, ты не можешь попасть в то, что закрыто прицельными приспособлениями. Ну, это требует там определенных... По определенной привычке, собственно, определенной перестрелки и... И прострела дистанции, ровно с этим... Ну, с этим... с этим прицелом. По мишени конкретных габаритов. То есть, если у тебя будет... Ну, собственно, твоя цель, которую ты хочешь поразить и скушать где-нибудь на охоте, ну, такого размера, то зона поражения будет размером... Не знаю... 1,16 часть, наверное. Соответственно, ты конкретно смог завести... И эта группа, да, это попадание по не очень крупному оленю на дистанции 50 метров, по сердечку. Отличная стрельба. Я поражен. Спасибо. Мне повезло просто, на самом деле. Любимую про затея наших... Гонка? Я тебе сразу сделаю. Прежде чем перейти в гонки, оставшиеся боеприпасы... То есть, мы расходовали меньше 40... Осталось у нас... Так, 3... 4 патрончика. Попробую сделать быстро, легкую скидку. Ну, буквально на 3 счета. Раз, два, три. Попадание. По огромному листу формата А4 белого цвета. А я тебе с удовольствием приключу, если у нас будут клубы. Вадим. Вадим? Да. Большая мишень? Большая, да, достаточно. Четыре патрона. Четыре сигнала. Четыре скидки. Четыре попадания. То есть, за время сегодняшней тренировки ты должен был хорошо адаптироваться уже к прицельным приспособлениям, привыкнуть к пропорциям, привыкнуть к мушке, то есть к фуссировке на ней. Ты поднимал оружие. Сейчас нужно только просто чуть быстрее поднять оружие и попасть в огромный лист. Стрелок готов? Готов? Готов. Внимание. Одна, пятьдесят восемь. Внимание. Одна, сорок восемь. Внимание. Одна, сорок восемь. Одна, сорок две. Внимание. И одна, тридцать семь. Ну, крайний выстрел был максимально близко к мишене. О, в смысле, к центру мишени. Все они в листе. Все они не идеальны, но скорость высокая. Довольно быстро. В первом ролике мы с Вадимом устроили дуэль. Я стрелял, используя боеприпас 5,45. Вадим стрелял, используя боеприпас Ланкастер. 9,6 миллиметров. 53. Я зарядил свою маленькую Сайгу. Девять, я помню. Девять? Девять. Девять патрончиков калибра 5,45. Но выстрелил в шесть. Я выстрелил в шесть. Попал из них четыре. Вадим опередил меня. То есть, его мишень упала после первого же попадания. Сегодня я привез более серьезное оружие. На нем стоит коллиматор. Боеприпас будет 7,62х39. Очень любимый нашими стрелками. Ну и, собственно, и образец. Ну, я буду придерживаться своей концепции. И снаряжу один потом. Один. Я думаю, что мне подпево. Я снаряжу. Ну, конечно, всегда хочется снарядить полный. Давай. Я могу не попасть. Вот в чем косяк. Я снаряжу. Для того, чтобы попадание. Для того, чтобы она упала. Довольно быстро. Серло готов? Да, готов. Внимание. Молодец. Большая пуля опять выиграла. У большого количества маленьких. Ну, вот сегодняшняя тренировка оказалась довольно тяжелой. То есть, несмотря на то, что мы сделали всего 40 выстрелов. То есть, ей не достреляли несколько серий. Физическая усталость сказывалась. Как у Вадима, так и у меня. Не странно. Черная мишень оказалась очень коварной. Ну, как утверждает Вадим, очень полезной. И, соответственно, тот маленький комплекс, который мы вам предложили, я думаю, поможет вам продвинуться. Но надо понимать, что это будет не одна, не две, не три тренировки. Я думаю, что минимум 10 тренировок прежде, чем результат станет действительно ощутимым. После первого эпизода мы прочитали все комментарии и оценили, что людям интересна эта тема. Мы в дальнейшем будем следить за всеми комментариями и брать их во внимание. Спасибо, что досмотрели этот ролик. С вами был канал Молот Оружие, Владимир Сорока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова